Подростковый возраст, на самом деле, очень сложный, и наши дети часто попадают в очень неприятные ситуации, и у них нет опыта выходить из этих ситуаций. Поэтому очень важно, чтобы родители контактировали со своими детьми, поддерживали в сложных ситуациях, говорили о том, что они для них важны и значимы. Для них это очень важно, на самом деле. Сейчас я открою презентацию, будем смотреть, слушать. Признаки употребления ПАВ, как общаться с подростком. Это классификация психоактивных веществ, которые есть, не все употребляются как наркотические вещества, потому что не от всех будет это эйфорическое состояние, которое там, допустим, хотелось бы получить наркопотребителю или попробовать там какие-то приятные такие ощущения. Но некоторые из них употребляют достаточно активно. Зависимость от ПАВ – это хроническое заболевание, проявляющее в непреодолимом желании употреблять наркотические вещества, несмотря на негативные социальные и медицинские последствия. Есть психическая зависимость – это форма взаимоотношений между наркотиком и личностью. Когда человек начинает чувствовать психологический дискомфорт, неудовлетворенность и раздражительность, если не получает это вещество. Физическая зависимость – это состояние, когда отсутствие наркотика приводит к сильной физической боли, которую можно снять только повторяющимся применением наркотиков. Примерно вот так выглядит зависимость, аддикция. Что происходит с человеком? С подростком, либо это взрослый человек. Начинает употреблять систематически. Дальше, когда отсутствие препарата, возникает тревожность, дискомфорт, желание употребить непреодолимое. Соответственно, да, хочется улучшить свое состояние, и там подросток употребляет. Употребив, получает облегчение, эйфорию, все хорошо, все нормально, мир видим в розовых красках. Соответственно, действие препарата уходит, опять появляется желание, и это бесконечно. Вот тут вот видите круг, это говорит о том, что постоянно употребляет человек до бесконечности, не может остановиться, сложно останавливаться, настолько сильное непреодолимое желание возникает. Как понять, допустим, что ребенок употребляет стимуляторы, а слово «стимулировать». К примеру, стимулирует умственные какие-то способности, человек очень много начинает там читать, сидеть в компьютер, очень много пересматривает информации, подъем настроения, открытость, активность, коммуникабельность, сверх даже коммуникабельность, желание разговаривать с другими людьми, повышенная трудоспособность, снижение аппетита. Также можно обратить внимание, что расширены очень зрачки, очень большой зрачок. Изменения в термолигуляции, потливость, учащение пульса, повышенные двигательные функции. Также еще при стимуляторах очень такая ярко выраженная мимика, очень много жестов, ребенок не может усидеть на месте, очень много активности. Такое, к примеру, неестественное для вашего там ребенка. К примеру, вот хочется очень много даже пить. Также еще можно понять, вот допустим, что ребенок, если, допустим, родитель немножко осведомлен, есть сленговые слова. К примеру, а мы там по телефону идем за побелкой. О чем это говорит? Это говорит о том, что ребята идут за феном. Поэтому знание сленговых слов тоже помогает понять, о чем говорят подростки. К примеру, вот так вот. Расширенный зрачок – это действие амфетаминового ряда стимуляторы. Но еще и ЛСД-галлюциногены тоже расширяется сильно зрачок. Вот, допустим, красные скляры глаз. Это говорит о том, что все-таки это связано с марихуаной. Потребление марихуаны, краснеют глаза. Вот девочка, лицо, к примеру, такие вот ранки. Это не вещество, как бы так влияет, что ранки на лице появляются. Это все-таки дети фокусируют свое внимание на чем-то. Вот под стимуляторами фокусируются, допустим, либо это увидел прыщик. Этот прыщик будет вот до такой степени до ран просто раздертый. Ребенок не может остановиться. Лицо превращается в такую вот корку. Психоделики. Могут возникать хроническая, хаотичная смесь эфории и дисфории. Смешливости, болезненной тревоги, паранойи, слуховые, зрительные, вкусовые, галлюцинации. Острое неприятное переживание, например, страх сойти с ума. Кошмарная галлюцинация. Усиливает переживания, как субъективно приятные, так и в меньшей мере неприятные. Чувство эйфории, открытости, близости к другим людям. При одновременном снижении страха и тревожности. То есть такая вот свобода. Мир более красочный, яркий, интересный. Хочется общаться, взаимодействовать с этим миром. Такой вот кусочек счастья дает. Также были проведены научные исследования на крысах. Ученые не зафиксировали никаких улучшений интеллектуальной способности крыс. О чем часто говорят сторонники микродоз. Потому что есть такое представление, что при микродозах это будет помогать человеку развивать свои умственные способности. Но пока на крысах, во всяком случае, это не было замечено. И зафиксировали множество изменений метаболизма нервных клеток. Влияние ЛСД на человеческое сознание активно изучалось в 50-60-е годы 20 века. Однако последующий запрет использования этого препарата в любых целях затруднил исследование в этой области. Только сравнительно недавно ученые стали применять современные методы визуализации активности мозга под действием ЛСД, чтобы выявить точный механизм влияния психоделика на нейронные сети. Интересно, что ЛСД в эксперименте также участвовали, усиливал связанность между различными нейронными сетями коры, что коррелировало с сообщением испытуемых о потере чувства собственного «я». Действие вещества на мозг человека еще плохо изучено. На самом деле, насколько я замечала, кто, ну это более взрослые потребители, длительное время принимали ЛСД, то немножко люди не от этого мира. То есть они в каком-то своем мире чаще находятся, с ними очень сложнее взаимодействовать и общаться с этими людьми. Опиоиды, депрессанты. На самом деле, ребята, подростки очень редко их принимают, как микс, как часть там, допустим, ЛСД, амфетаминового ряда что-нибудь и опиаты. Там может быть таблетка метадона, может быть еще. Выглядит это вот примерно так. Это очень узкий зрачок. Он не реагирует на свет. Сонливость, хочется спать, расслабленное такое состояние. Также много хочется пить воды. И также очень заметно, когда длительное время подросток употребляет. Дальше синдром отмены. Группа симптомов и степени тяжести, возникающих при полном прекращении приема психоактивных веществ, либо снижение его дозы, обычно от длительного употребления. Существуют временные рамки, в течение которых абстинентный синдром проходит. Но он сильно зависит от типа принимаемого вещества и дозы. Абстинентный синдром является составной частью болезни зависимости. То есть от разного препарата, который принимает подросток, абстинентный синдром будет проявляться по-разному. Если это опиоидное, это боль в теле, это усталое такое состояние, потливость. Человек не спит сутками. Если это синдром отмены при стимуляторах, это наоборот депрессивное состояние. Человек отсыпается, сонливый такой, ему ничего не хочется делать. Он может быть тоже так же и агрессивен, лучше не подходить. В состоянии депрессии находится подросток. Также один из эффективных способов, чтобы понять, употребляет подросток или нет, это тестирование на наркотики. Сейчас этих тестов очень много, есть разные. Их можно приобрести в аптеке. У нас на базе клуба Street Power тоже есть тесты. Приходят также родители на консультацию к специалистам. И, соответственно, тоже, если есть подозрения, то ребенка мы тестируем на тесты на наркотики. Вот, к примеру, МДМА, это экстези, находится в моче 3-4 дня. На волосах значительно дольше. Это говорит о том, насколько долго находятся препараты в организме человека, подростка, которые еще формируются. Амфетамины, мочи выводятся на 4-й день после употребления. Марихуаны, может оставаться в вашей моче 45 дней. Ну, в принципе, так в среднем это 2 недели. Опять же, все вот эти вещества выводятся у каждого человека по-разному. Это еще зависит от обмена веществ человека, а также от того, какую он дозу принял и как долго он принимает. Опиаты. В моче опиаты находятся 1-3 суток. Вот. Мефедрон информативен спустя 48 часов после однократного применения и до 7 дней. Так что я хочу еще вам показать вообще тесты, как они выглядят. Вот. Секундочку. Так. Так. Вот, к примеру, если вот получится увидеть. Вот тест. Это тест на 10 видов наркотиков. Это получается мефедрон, вернее не мефедрон, морфин, амфетамин, метамфетамин, кокаин, бубриморфин, экстаси, биозепин, метадон. Ну, этот тест, допустим, вот не использовался, вот примерно... А вот здесь, вот мы вчера, у нас приходили ребята, и мы использовали тесты. Вот примерно, вот это уже использованный тест. Видно ли эти полосочки? Вот я бы хотела показать, что на тест-кассете есть полосочки. Вот. Есть контрольная полоса, это говорит о том, что тест рабочий, его можно использовать. Есть полосочки, когда... Когда нет препарата в организме, полосочка должна появляться. Если нет полосочки, значит, человек употреблял это вещество. Вот здесь, к примеру, нет полосочки амфетамина. Ты говоришь, что все-таки ребенок употреблял амфетамин, и тоже мы поговорили, да, это было 3 дня назад. И да, вот зафиксировал тест, он работает, они действительно рабочие. Вот. Вот второй тест. Здесь амфетамин, к примеру, полосочка амфетамина есть, другие тоже, кроме МДМА. МДМА, это экстази. Тоже ребенок употреблял экстази за день до тестирования. Вот. Еще такие нюансы. Когда родители хотят проверить ребенка на тест, лучше все-таки так, чтобы не было у ребенка возможности подменить мочу или в какой-то способ добавить воды, к примеру, чтобы протестировать. Потому что результаты будут неверные. Также моча должна быть свежей обязательно. Они к нам, допустим, звонят и говорят, а я вот у меня есть, можно я завтра привезу? Вот ребенок сегодня пописал, я завтра привезу на тестирование. То есть это уже не имеет смысла. Моча должна быть свежей. И опять же, смотреть на результаты теста, ну, у нас, допустим, есть тоже вкладыш, нотация, как пользоваться. У нас это через 10 минут в этом тесте. Не надо смотреть через час, через два, на следующий день. То есть это уже не имеет смысла. Нужно смотреть через 10 минут. Это точно верный результат тестирования. Или там, допустим, к нам тоже звонят родители, говорят, мы провели тестирование ребенку. Понять не можем, есть или нет, хотя нотацию дали, ну, где-то что-то не разобрались. Мы завтра вам привезем. Вот. Максимум, говорим, скидывайте по вайберу прямо сейчас. Если вот вы сейчас делали, прошло 10 минут, фотографируйте, скидывайте по вайберу, мы посмотрим. Потому что завтра он, то есть смотреть на него нечего. Это уже бессмысленно смотреть на этот тест. В общем, если у родителей возникнут какие-то вопросы, тестировать надо, когда вот заметили. Увидели, что ребенок употребляет. Увидели, что сейчас что-то не так. Что-то происходит с ребенком. Делайте его сейчас. Не через 3 дня, не через 5 дней. Опять же, еще зависит от чувствительности теста. Вот. Поэтому все это работает. Можно пользоваться. Секундочку. Сейчас дальше презентацию включаю. Так. Вот. Дальше, что у нас. Это основные признаки, на которые стоит обратить внимание родителям или там родственникам, кто подозревает, что возможно что-то употребляет. Обращать внимание на это. Это покраснение глаз, отечность века, расширенные или суженные зрачки не реагируют на свет. Повышенная жажда, повышенная жажда, пьет часто воду, повышенный аппетит или отсутствие аппетита. Нарушение координации движения, много разговаривает, резкая смена настроения, агрессия или апатия. Я, к примеру, там вот было все хорошо, радовался ребенок, радовался несколько дней. А потом депрессивное состояние, уже ни с кем не хочет разговаривать, уже ко мне не подходить, я ничего не хочу. Чрезменная сонливость или бессонница. Опять же, к примеру, стимуляторы. Можно несколько дней не спать, сидеть за компьютером. Многие ребята, то, что я слышала, разговаривали в учебных учреждениях, когда проводили занятия. То говорили, что это помогает обучении, потому что можно там что-то сдавать, то есть несколько дней можно не спать, что-то учить и потом сдать. Вот, то есть нет понимания, что один раз, второй раз, третий раз, дальше формируется зависимость. Очень много у ребят мифов, которые нужно развенчивать. Черезменная сонливость или бессонница. Неопрятность. Неопрятность, да, уже в течение определенного времени ребенок употребляет, родители не замечают, постоянно на работе, дома домашние какие-то дела, и на ребенка не обращают внимания. Соответственно, со временем употребление уже не особо подросток обращает внимание на то, как он выглядит, потому что все внимание уже переключается на употребление психоактивных веществ. Слишком подвижная мимика лица, то, что я говорила, потеря веса, да, к примеру, теряется вес, не хочется кушать, ребенок только пьет воду, употребляет вещества, очень много движений, затративается много энергии, а пища не поступает, дети худеют очень сильно. Повышенное финансовое требование, либо, допустим, наоборот, откуда-то у ребенка берутся деньги, мы не знаем откуда, повышенное финансовое требование, либо пропажа денег, вот были деньги, куда-то они исчезают. И ребенок говорит, да не, я не брал. Думаешь, боже, может куда-то засунул, куда-то положил. Вот, на это тоже нужно обращать внимание. И также, когда есть какие-то дополнительные деньги, нужно как бы узнать, откуда ребенок их берет. Потому что много наших ребят работают закладчиками. То есть, в принципе, за ночь сделать 10-15 закладок и получить за это деньги, за одну и какую-то дозу психоактивного вещества, это вполне возможно, вполне нереально. И, к примеру, за ночь заработать 1000 гривен, это для подростка очень даже немало. Вот. Большую часть времени проводят на улице, не ночуют дома. Опять же, когда подросток в таком состоянии, и если уже понимают, что родители, возможно, что-то подозревают, лучше на глаза родителям не попадаться. И также, понятно, в этом состоянии веселее находиться в той компании, которую они употребляют. Как разговаривать с подростком об употреблении? Главное, если что-то вы заметили, что-то не так, не паниковать и не откладывать разговор на потом. Потому что хочется оправдать своего ребенка, что нет, нет, мой ребенок не будет употреблять. Это же мой ребенок, я же воспитывал, я столько всего для него давал. И, конечно же, как же он может употреблять? Не надо откладывать. Это важный и нужный разговор, если вы заметили. Разговаривать с подростком, когда он в адекватном состоянии, без влияния психоактивных веществ, потому что будет с ним сложно общаться. Он в том состоянии, что ему даже сложно, наверное, будет вас понять. Он не будет трезво воспринимать вас. Не читать мораль. В разговоре попытайтесь выяснить степень вовлеченности в употреблении. Морали еще, на самом деле, никому не помогали. Также агрессивно относиться к подростку, когда вот у него сейчас, допустим, эти неприятности с употреблением. Хотя он навряд ли это еще может понять. То, что мы там расскажем, как нужно, как надо, это навряд ли работает. Также в разговоре говорить о проблеме, а не о личности. Опять же, поговорить, что происходит. Поговорить, что он вообще знает о веществах тоже. И опять же, тут такая штука, что нужно разговор вести тогда, когда есть контакт с ребенком и доверительные отношения, потому что он всего не расскажет. Если нет контактов и доверия между родителем и ребенком, это сложный, невозможный разговор. Поэтому с детьми нужно первоначально доверительные отношения строить, чтобы быть для него другом, а не врагом. Расскажите о болезни зависимости, которая приводит к деградации личности и смерти, если подросток не прекращает употреблять. Рассказ об этой болезни зависимости нужно говорить тогда, когда сам родитель подкован в этом вопросе. То есть родителю обязательно нужно овладеть нужной информацией, знать о всех веществах, о последствиях, что происходит с организмом, как зависимость формируется, хотя бы какую-то базу иметь. Потому что, когда ребенок будет задавать какие-то вопросы, родитель не сможет на них ответить. Это бессмысленный дальше разговор. Тем более, на самом деле, наши ребята довольно-таки неглупые и очень много информации есть в интернете. Она не всегда правдивая. То есть что-то они уже знают, что-то им друзья рассказали. Поэтому для такого разговора нужно самому обладать хорошими, ну неплохими знаниями на самом деле. Если подросток продолжает употреблять, необходимо обратиться к специалисту. Потому что самостоятельно с такой болезнью справиться очень сложно. Без помощи специалистов, это знаете, как остаться на одной и той же точке, ничего не делать. Действия, которые помогут родителям употребляющего подростка. Доверительные отношения. Не отталкивайте подростка от себя правоучениями и агрессией. Вот то, что я говорила. Это на самом деле отталкивает. Подросток уже не захочет с вами контактировать. У него уже свое представление. К примеру, он уже наслушался своих друзей. Насмотрелся роликов там в ютюбе, к примеру. Либо прочитал какие-то статьи. У него какая-то есть информация, они всегда правдивые. Очень много мифов. Если вы не знаете, как поговорить с подростком, обратитесь за помощью к психологу. Вот то, что я о чем говорила. Специалисты знают, они понимают, как контактировать. Они и с вами поговорят, и поговорят с вашим подростком, который запутался. Им сейчас очень сложно в подростковом возрасте. У них нет жизненного опыта. И знаний, которые есть у взрослого человека. Им нужна поддержка. Необходимо сменить круг знакомых подростков. Компанию. Помогите подростку найти новые интересы. По поводу компании. Очень важно, чтобы родители знали, с кем общается их ребенок. Приглашайте домой, на чай. Смотрите, кто их друзья. Пообщайтесь с друзьями. Родитель должен быть в курсе, с кем общается их ребенок. Это очень важно. В какой компании он находится первоначально. Убедите подростка сходить в специалисту для определения степени зависимости. Бывает так, что ребенок может пробовать. Один, два, три раза. Это не значит, что у него уже есть сформированная зависимость. Но есть случаи, когда ребенок уже на протяжении полугода, к примеру, либо уже несколько месяцев систематически употребляет. Тоже нужно определить, в каком состоянии находится сейчас подросток. Либо это активная такая зависимость, либо это разовое употребление. Там один, два, три раза. Если есть серьезные проблемы зависимости, обсудите вместе с подростком варианты лечения. Очень важно, чтобы ребенок тоже был вовлечен и понимал, что да, это есть проблема. И давай будем с тобой вместе решать, что мы сейчас будем делать, как мы будем решать эту задачу, которая стоит перед нами. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, то можете спрашивать, задавать вопросы. Спасибо. Спасибо.